Друзья, всем привет! По-моему, такое может быть только у нас. Гляньте, у нас мороз. По-моему, минус 18, что ли, с утра было. Но нос точно слепался. И в то же время яркое солнце из крыш. Вон, начали капать снег, сосульки капают. Я иду смотреть на телочку. Ну, в смысле, кормить корову и кормить телочку. Коровы тут же все учуяли, что я пришла с морковкой. И сразу столпились вот здесь, около меня, потому что они тоже все морковки хотят. Но морковка сейчас достанется вот только тому белому носику. Э! Да? Что такое? Мы ее специально убрали туда, в тот теплый сарай, где доем. Потому что там горелка газовая есть. Иди! Иди! Эта корова будет на подсосе вместе с телкой. Иди, не ори! Иди! Давай, 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 заходи! Как видите, корова чистая у нас. Ест морковку. Сейчас телочка, она поймет, что к чему. Она у нас будет на подсосе. За выменем надо, конечно, смотреть. Мы ее сегодня пробовали доить аппаратом. Ничего она нам не дала. Ночевала она с телкой. Телка, в общем, у нее все повысосало. Аппаратом она вообще молоко зажала. Ну, то есть, если корова с теленком, то, естественно, человек ей не нравится. Вообще никак. Мне надо караулить дверь, чтобы сюда не зашли на запах другие коровы. Они прекрасно чувствуют запах морковки. В общем, вот. И нужно, конечно, смотреть за выменем, чтобы здесь не было никакого мастита. Пока такой теленок один. Но вы сами понимаете, что он ничего не высасывает. Так, сейчас посмотрим. Вымя должно быть мягкое, понимаете? Не твердое, а мягкое. Так, ну что? Да пока вроде бы так и ничего. Нормально. Вот. И сейчас, когда телочка... Ну, вы сами видели, что ее разбудили. И принесли вот сюда, в этот сарай. Сейчас мы ее здесь закроем. Сейчас, пока она опомнится, вспомнит, что она проголодалась и будет есть. Я хочу дождаться этого момента. Правда, не знаю, сколько мне придется этого ждать. Такого маленького теленка. Друзья, ну я, по-моему, у нас еще ни разу не было. Правда. И я ее назвала Белкой. Но вот сейчас смотрю на нее. Ну, какая из нее Белка? Белка-то такая рыжая, с зубами, с каким-то хвостом. Вредная зубастая чудо. А это такая миленькая Пупсик. Может быть, мне ее назвать Пупсик? Сейчас я ее подпихну к вымени, потому что что-то она долго думает. Я ее подпихнула. Давай, Пупсик, ищи. Ищи, где у тебя мама. Интересно, да, они одного цвета? Так, дошло до нее. Видите, начала пихать. Сейчас она найдет. Вот, уже нашла. Нашла, нашла. Но есть она не хочет. Не хочет есть. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Но это значит молока пока нет Как только она начнет пить То хвостик начнет мотаться Из стороны в сторону Так вот Давай ты мне все сиськи высасывай Чтобы я не переживала Что у коровы будет мастит Ну и к тому же Почему еще продаем телка Раз у меня отелилась корова Надо молоко А покупать с денег Которые идут не с хозяйства Опять корма коровам Это не по хозяйски Это получается что ты зарабатываешь в другом месте И в общем переводишь их Эти деньги Туда где нет никакой прибыли Поэтому все таки я сделаю вывод Муж со мной согласился кое как Что быка мы продаем бочка Хорошие руки Он будет с молоком Так что не переживайте Ты мне давай все дольки высасывай Что ты за одну зацепилась Ну и сейчас без меня конечно разберутся Что там говорить Вот смотрите Я знаю что вам нравятся такие вещи Смотрите Специально сижу и мерзну Чтобы заснять вам сюжетик Куда Иди отсюда Ты еще не отелилась Чукчук пришла Нет я тебя не пущу Нет 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 Все ты иди отсюда Вот этого снежка продаем Нам его сейчас надо загрузить на прицеп И отвезти Да Хороший бучок Что там говорить Бучок хороший Дороже у нас не продаж Не продаж Они конечно люди будут довольны Считай мы его сколько Недели три уже наверное откормили Да Ты бучок Прям даже как ты жалко Может не продавать Мы его еще не продали Может не продавать друзья Вот так вот Тут такие сомнения Нет Продам Молоко мне надо друзья Мне надо молоко Я пришла проверить козу Опять нет Ни козы Ни козлят Никого Ни коз Нету Опять они ушли Козы у нас выходят с базы И вот им нравится лазить Вот по этим Смотрите Тут палеты лежат Видите там Этот тюк Сено Рулон В общем они приходят есть сюда Видите Ни с коровами Ни с сарайом Нравится вот здесь Полазить Погулять Снег у нас Ну пока позволяет Пройти в сапогах Маня 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 Иди сюда Иди сюда Маня Не хочет Спасаться конечно Они идут только домой Маня держится Особняком Вот я ее почему В сарае закрываю Посмотрите Вымя Прямо по снегу тащится Но она все равно Выходит Маня Маня Иди домой В сарай В сарай Там не снега нет Там хорошо Там солома У нас же вот такое Белое безмолвие Я знаю Что сейчас хозяю Вот других Телят Других коров Скажут Зачем продаешь Ну потому что Литров в день Литров в день Он выпивает Сейчас молоко Я могу продать По 50 рублей 6 на 50 Это 300 рублей В день Он выпивает Умножьте на 30 дней 300 на 30 Что это будет Друзья 9 тысяч В месяц Хорошо Я куплю ему Заменитель молока И буду выпаивать Пусть это будет В 3 раза дешевле 3 тысячи в месяц Ну в общем Короче говоря Короче говоря Понимаете Это будет почти То на то И поэтому Хоть мне как бы И жалко Нет Его надо продать Не подходит мне сейчас Мне нужно молоко Которое я могу продать По приличной цене Вот а бык у меня Это все Меня этой возможности Лишает Поэтому Избавляемся Вот такие Не слишком приятные Решения Приходится принимать Когда держишь хозяйство То есть Взвешиваешь на весах Что для тебя будет дешевле Что для тебя будет выгоднее Ну как-то так Номер моей козы 0808 Мы с нее берем кровь Потому что продаем С нее молоко Продавала я на базаре С нее молоко Стой, стой, стой Естественно пригласила Ветеринара Вот эти репьи Отрежем Смотрите Что делается Вот молодец Зашла в сарай Сиди там Закрываем все Будто Нечего тебе шарахаться По улице Не-не-не-не Все Тут сидеть будешь Ей там понравится Там кормили коров Там дробленку Коровы рассыпали Кур конечно Склевали Я думаю Что склевали Да мышка Ну такая Зарисовка Это вот настоящая деревня Так друзья Все пока Пойду я монтировать Видео для вас Нам еще быка надо отвезти А козе моей Не нравится сидеть в сараях Она долбит рогами Чтобы оттуда выйти Солома у нас вот здесь Под пленкой Не могу показать Потому что пленка Здесь прям она хорошо Солома закутана Видите Сухие тюки У нас все Под пленкой спрятано Все сено Поэтому сейчас берем тюк Выкидываем корове Телочки Сутки Смотрите Видите Когда телочка С коровой Я сколько раз Обращала внимание Коровы ест И это пробует Жевать Вот когда они Стоят без мам Нет у них Почему-то Такого рефлекса Я не знаю Может быть Она на нее смотрит Но я сколько раз Обращала внимание Смотрите Сутки Она уже пытается Дергать траву Вот так Напишите Нравятся ли вам Такие сюжетики Может быть Давайте сделаем Нашу купюсика Звездой интернета Смотрите Видите Ест Ну вообще Я сомневаюсь Что она ее глотает Может просто выплевывает Но тем не менее Берет в рот Меня всегда это удивляло Потому что Ну не знаю Может быть Конечно Я не слежу За телятами Те которые Выкармливаются Из бутылки Но я не видела Чтобы они В первые сутки Брали в рот Траву Ну кто видел Расскажите Может быть Я просто Может быть Я просто Правду не видела Тюк видите Я бросила Просто на пол Кую разгребут Тут все равно На подстилку Ну то есть Здесь кормушки Нет для коровы Чукча Ты тоже хочешь Сейчас тебе тоже дадим Она такая обиженная стоит Почему тем можно А ей нет Почему тебе не дали Ты иди вон туда ешь Там еще есть В кормушке сено Вон все стоят И лопают А тебе что Повкуснее надо Деловая Смотрите Какая у нее Морда недовольная Обиженная Обиженная Тебе не дали Да Да Обиделась Снимаю на солнце Плохо видно Тебе тоже надо Пойдем Я тебе тоже кину Сейчас Тюк Друзья Узнаете чем хорошо Узнаете почему Телевенские жители Добрые Ну потому что Столько позитива Ты выхватываешь На животных На смотришься На телочек На коровок Всегда интересно Вот И от этого Доброта Моя Деревня онлайн Дневник казачки Возрастает Просто В геометрической Прогрессии Пропорционально Количеству Проведенного Времени Со своими Животными Ну я конечно Шучу Но все таки Тем не менее Доля правды В моих словах Конечно есть Так ладно Некогда мне с вами стоять Мне надо дела делать Пока пупсики Я чувствую Что эту солому Они уговорят Ей хочется поскакать Только она еще толком Не умеет этого делать Коровы очень хорошие Мамаши Очень Вы себе не представляете Почти как люди Я вам говорю Это абсолютно серьезно Почти как люди Они такие же Преданные Они ищут своих детей Ну и чего Ты тут Решила завалиться Они ищут своих детей В общем Они за ними Очень хорошо смотрят Они объединяются Когда на телят Нападают Собаки Например Они их гоняют Да Многие не знают Ну потому что Они выращивают Телят с коровами Совместно Они очень хорошие Мамаши Просто чрезвычайно Напишите Хватило ли вам Деревенского позитива Деревенской Так сказать Экзотики Потому что Все Видео мы завершаем Мне самой Уходить не хочется И вас уводить Неохота Смотри что творит Не бегай По соломе Тут гляньте на нее Так ладно Друзья Это не дело Бросай пьем Надо тут Навести В порядке Деревенского позитива